Доступная среда, доступное образование. Сразу несколько щелковских школ посетили члены городского и районного советов депутатов от фракции «Единой России» под руководством главы района Надежды Суровцевой, чтобы посмотреть, как в нашем районе реализуется так называемое инклюзивное образование – обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Средства на приобретение такого оборудования были выделены из федерального, областного и муниципального бюджетов. И первым делом делегация отправилась в 12-ю школу в микрорайоне Чкаловский. На сегодняшний день у нас оборудование все функционирует. В прошлом году, в учебном году, был ребенок, выпускник 11-го класса, колясочник. Приезжал на коляске в школу, получал консультацию. Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в школе создали необходимые условия. Есть пандусы, электроподъемник, специальные парты. Подготовились в школе и к приему деток с нарушениями зрения. Уложили тактильную плитку, установили необходимое техническое оборудование. Но таких учеников в школе пока нет. В 12-й школе нам понравилось. Нам посмотрели использование оборудования. То есть, даже при отсутствии лифтового оборудования, люди с ограничением в движении могут быть... То есть, для них доступны кабинеты, аудитории. Есть специальные средства для того, чтобы колясочники могли подняться и пустить какие-то аудитории. Особое значение такое оборудование имеет для воспитанников коррекционной школы 8-го вида номер 5. С прошлого года здесь проходит апробация федеральных образовательных стандартов для детей с расстройством аутистического спектра. Иначе говоря, аутистов. В рамках этой программы школе были выделены в прошлом году 13,5 миллионов рублей, а в этом 4,5 на закупку необходимого оборудования. Смарт-столы, комната психологической разгрузки, всевозможные приборы для развития моторики, технические средства и программное обеспечение стали большими помощниками в обучении особенных деток. За год детишки действительно очень хорошо адаптировались. И если на начальном этапе ребята не контактировали даже друг с другом, то к концу обучения уже начал налаживаться контакт. Посетили депутаты и шестую школу. В этом году здесь нет учеников с ограниченными возможностями здоровья, но в образовательном учреждении уже готовы к приему таких деток. Есть электрический подъемник для колясочников, для слабовидящих уложили тактильную плитку. А вот в гимназии оборудование для создания доступной среды только ждут. С учениками с ограниченными возможностями здоровья здесь занимаются дистанционно, через интернет. А необходимые технические средства получат уже в скором времени. В целом проверкой школ депутаты остались довольны. Оборудование есть и самое главное, оно приносит результаты. Мы увидели действительно, что те деньги, те средства, они действительно используются по назначению. Дети получают соответствующее образование. Образование современное. И это очень важно в рамках именно контроля, что мы увидели. Дариса Снегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».